То, что это дело рук мошенников, к гадалке не ходи понятно. Казань заполонили объявление «Новая гадалка». Обещают вернуть любимого, привлечь много денег и рассказать будущее. В преддверии Нового года такие услуги пользуются большим спросом. Как такая магия опустошает карманы, узнаем Ольге Евшиной. Новая гадалка. Такими объявлениями теперь пестрят некоторые улицы Казани. При этом старые магии и чародеи никуда не исчезли. Просто чем ближе к Новому году, тем больше люди хотят решения проблем и исполнения желаний. Что-то он будет решать, ему будет помогать какой-то взрослый человек, у него будут какие-то командировки, он будет ездить. Карты Таро Виктория раскладывает уже 8 лет. В последнее время принимает по 9-10 часов в день. От клиентов нет отбоя. Как правило, заглянуть желает в будущее, а не в дипломы и лицензии. Сейчас у нас, честно говоря, очень много развилось обманов. Обучает космоэнергетика, биоэнергетика. Очень много всему обучает и после этого выдает сертификат, что человек может заниматься магией. Ходить к традиционным гадалкам и целителям уже не модно. В почете мастера восточных практик. Венеру Зарипову к магу привел интерес. Сеанс обошелся в 1000 рублей и оставленной суммой и услышанным осталась довольна. Мне, конечно, очень понравилось, что она рассказала, потому что плохого она не сказала ничего. То есть там и деньги были, и любовь была, и дети. Пока не сбывается, конечно, но я верю. Верят многие. И многих эта вера доводит до серьезных проблем. Недавно в Казани жертвами мошенников стали родители больного ребенка. Четыре года они платили несуществующей целительнице. Наколдовала она на 8 миллионов рублей. Из случаев подобных сотни. По версии МВД, работа многих магических салонов тянет на статью мошенничество и незаконное предпринимательство. Но рейдов по проверке недобросовестных колдунов не проводят. Ни одно ведомство таких полномочий и распоряжений не получало. И вывести на чистую воду магов с лицензией или без получается некому. Подробнее о том, как паранормальные способности становятся нормальным бизнесом, в нашей итоговой программе в воскресенье в 10.20. Ольга Ившина Равкадзиаддинов, Вести, Татарстан.